От ближайшего крупного города деревушку Уолберсвик на восточном побережье Великобритании отделяет река. На машине путь туда занимает почти полчаса, на лодке всего одну минуту. Этот ежедневный маршрут местные жители повторяют по несколько раз в день. Лодочный бизнес появился здесь еще в 13-м столетии, а в 19-м обрел своих постоянных сотрудников. Вот уже 125 лет переправиться с одного берега на другой обитателям Уолберсвика помогают исключительно члены семьи Чорч. Сегодня это обязанность на плечах Дэнни. «Я очень хотела сохранить традицию, потому что я с детства любила лодки и терпеть не могла оставаться в помещении. Так что для меня это идеальная работа. Мне нравится разговаривать с людьми, и я люблю всех своих клиентов. К тому же это еще и физические тренировки, за которые мне при этом платят». Дэнни переправляется через реку почти 100 раз в день. В ее деревянной лодке умещается максимум 11 пассажиров, каждый из которых платит за проезд по 90 пенсов. Это около 50 рублей. Разбогатеть при таких расценках вряд ли получится. Но Дэнни говорит, что в ее работе есть другие ценности. «Ни у кого нет такого офиса, как у меня. Это самое совершенное место на свежем воздухе, с прекрасным видом на дикую природу. Это красиво, и я это люблю». И клиенты Дэнни с этим соглашаются. «Это очень милая умиротворяющая поездка туда и обратно», — говорит один из пассажиров. Сойдя на берег, клиенты вновь попадают в 21 век с гаджетами, интернетом и высокими технологиями. Но в лодке Дэнни время как будто остановилось. «Это доказательство того, что в наши дни можно обойтись и без электроники. Я управляю своей лодкой так же, как это делали 800 лет назад». Дэнни — представительница пятого и, как она надеется, далеко не последнего поколения лодочников из семьи Чорч.